Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы продолжим наши размышления относительно феноменологии Аристотеля в той же свободной манере, в которой мы провели и предыдущие лекции или беседы о феноменологии Аристотеля. Принципиально я предлагаю сегодня сосредоточиться над определенными ошибками в формировании наук нового времени, о которых мы уже говорили. И я предлагаю посмотреть на эту же самую проблему, может быть, более уточненным образом, опираясь на ту очень важную топологию, которую нам удалось прояснить в предыдущих лекциях. Топология, которая, напомню, представляет собой некий каскад структуры действительного, где есть вертикаль мысли или вертикаль мышления, к которой мы отнесли логику. И такие связанные с именно логической вертикалью, трансцендентной логической вертикалью направления мысли, как теология, математика, геометрия, алифметика. Это некоторая вертикаль, и она представляет собой вертикаль мышления. Дальше горизонталь сознания и обрыв горизонтали сознания, где располагается сфера гелистического, то есть материи. Получается такой каскад, который представляет собой две вертикали и одну плоскость. Плоскость сознания, на периферии этой плоскости сознания находится мир вещей, в центре плоскости сознания находится активный интеллект, и вот этот активный интеллект является той точкой, которая проходит вертикаль логики. Вот с такой принципиальной каскадной топологией мы имеем дело, я предлагаю продолжить осмысление этой схемы применительно к такой проблеме, как механика происхождения материализма. То есть смысл сегодняшней беседы в том, чтобы понять, каким образом была сконструирована материалистическая картина мира и как возникли современные естественные научные дисциплины, в первую очередь физика. Соответственно, мы попытаемся сегодня подвергнуть деконструкции физику нового времени. Итак, с точки зрения феноменологии Гуссерля, о которой мы говорили, существует естественная установка, Naturliche Einstellung, которая предполагает, что за пределом нашего сознания, а этим пределом является Vorstellung, то есть представление, или содержание интенционального акта, Инхальд, интенциональный инхальд, за пределом этой границы, внешней границы нашего сознания, за пределом, не на пределе, как мы говорили, где находятся вещи по Аристотелю, а за пределом располагается мир объектов, реистский мир, мир реизма, от слова res – вещь, и этот мир внешних по отношению к сознанию объектов имеет свою собственную структуру. Это для Гуссерля и для феноменологов является естественной установкой, то есть мы доверяем своему сознанию, своему восприятию, Варнемонг, поэтому мы и называем его по-немецки Варнемонг, то есть истинное взятие, наше восприятие включает в себя некоторое доверие ему самому, как акту сознания, наше сознание доверяет самому себе, и поэтому не ставит в обычном случае под вопрос некую действительность и наличие того, что оно воспринимает. Мы воспринимаем внешний мир, мы считаем, что он есть. И он есть с точки зрения сознания, безусловно, потому что мы именно его воспринимаем, а вот с точки зрения того, есть ли он без нашего сознания, вот это научно очень сложно доказать. Кант на этом строит свою теорию Дин Канзих, «Вещи в себе» или теория Новомина. Но вот естественная установка, некая предпосылка нашего сознания, он не проблематизирует мир вещей и говорит, ну, конечно же, есть. Раз мы что-то воспримем, значит, то, что воспримем, есть. Если мы доверяем своему акту восприятия, значит, это доверие уже предполагает наличие вне его какой-то твердой, надежной, такой устойчивой структуры, которая представляет собой внешний мир, Аусенвейд. Вот существование этого внешнего мира является следствием наивного доверия сознанию самому себе. То есть сознание, доверяя самому себе, как в качестве продукта этого доверия, утверждает существование внешнего мира. И это свойственно не только материалистам, а это свойственно, скажем, нам самим всем вообще. То есть это свойство самого сознания, а не материализма. И поэтому материализм, который представляет собой уже научную установку, и который не является наивным, тем не менее берет за основу эту naturally handling, то есть эту естественную установку. Таким образом, изначальным объектом материализма и представление о существовании мира вещей вне нас, и утверждение объективной действительности, находящейся вне нашего сознания, а дальше уже наблюдение за этой действительностью, изучение ее составных частей, измерение, выведение законов, и сам опыт, который мы оттуда получаем, все это является следствием того изначального доверия нашего сознания к самому себе. То есть сознание вначале осуществляет доверие самому себе, и из этого наивного и непродуманного доверия складывается некое поле, поле предметов, находящихся за пределом сознания, поле внешнего мира, который и становится опорой материализма. Вначале мы имеем дело с наивностью и, наоборот, с такой очень могущественной силой сознания, которое убеждает самого себя в том, что все, что оно воспринимает, есть. Это некоторое фактическое состояние, фактуалитет, фактише состояние, фактицитет нашего сознания, которое, сознавая что-то и доверяя своему акту сознания, оно говорит, ну да, я же воспринимаю сейчас вот камеру, которая у меня смотрит, свет, который вокруг меня есть, стол, за которым я сижу, книги, полки. Я вижу это, воспринимаю, могу потрогать, пощупать, я слышу, если книга упадет с полки или мигнет электричество, освещающая комнату. То есть я и это, для того, чтобы что-то мигнуло, должно быть электричество, должны быть полки, должна быть комната. И действительно мы это воспринимаем. И доверяя этому, мы как бы продлеваем наше сознание за пределы того представления, которое мы формируем относительно внешнего мира. И естественная установка утверждает, что за пределом нашего сознания есть мир вещей. Сознание не задумывается, что будет, если его не будет. Будет ли этот мир вещей или нет. Но опыт, опять же, это уже другое. Но как бы наша привычка показывает, что будет, что мы можем выйти из комнаты. И даже когда эта комната не является объектом нашего сознания, мы можем в нее вернуться. А если бы ее не было, то мы бы не могли в нее вернуться или прийти и попасть. То есть у нас дальше идет дальнейшее, все построенные на сознании некоторые установки, которые уже закрепляют за этими вещами внешнего мира некий постоянный статус. Так из доверия сознания самому себе рождается естественная установка. И это доверие переносится как бы от доверия самого себя на доверие продукта своего восприятия. То есть то, что мы воспринимаем, мы считаем существующим, потому что мы доверяем восприятию. Наше доверие к восприятию переносится на некоторое доверие тем стимулам, которые существуют за пределом нашего сознания. Так складывается естественная установка. Эта установка, естественная установка, вписывается в наш жизненный мир как его продолжение. При этом в обычном случае, если мы не гносиологи или не логики, мы не подвергаем всякий раз верификации сверки наше сознание с тем, что находится вне его, да и проблема этой сверки, как мы видели, будет очень сложна. Потому что с точки зрения Брентана, эта сверка проходит не с внешним миром, а с эвиденцией, которая может подарить нам исключительно активный интеллект, находящийся в глубине, а он является такой вершиной настолько сложной оперцепции внутриинтенционального акта, что даже представить себе, как это может обычное сознание совершить такой фундаментальный прорыв внутрь, вглубь себя, сложно представить, а это единственная форма верификации по Брентану. Поэтому наша вера в существование внешних предметов наивна, она не научная, она именно, если угодно, обывательская, то есть это продолжение нашего внешнего мира, который порождает естественную научную установку. И вот к этой, естественно, научной установке и применяет материализм определенные принципы. И сейчас самое главное, какие именно принципы. В целом, можно обратить внимание, что формирование науки нового времени, физики нового времени происходит через оспаривание и отбрасывание Аристотеля. Это исторический факт, и Галилео Галилей, и Буридан, отчасти введший, который ввел в средневековую физику понятия импетуса, импульс, он спорил с Аристотелем, и Ньютон спорит с Аристотелем. Вообще, новое время – это отвержение Аристотеля, и в чем принципиально? Один из важнейших элементов оспаривания картинами Аристотеля заключается в том, чтобы объединить физику и математику, то есть, или физику и логику. Аристотель отдельно рассматривает физику и отдельно логические законы. О том, как они соотносятся, он оставил лишь некоторые намеки, но, например, в трактате о небе он как раз говорит о двух видах сущего, что существует мир тела, существует мир мер, или так, лучше, что существуют тела и меры, что все существующее – это либо тело, либо мера. Если речь идет о телах, то это сфера физики, того, что находится, как мы говорили, по периферии сознания, вот эта гряда, граница сознания с чем-то внешним и представляет собой поле физики. Это предел сознания или предел физики является материя, причем материю, тот же Аристотель в физике говорит, что отдельно существует материя, которая, несмотря на то, что она не есть, она может соучаствовать в сущности, как мы видели. И она, материя, становится действительной, а есть еще некая лишенность, приватность, стересис, которая материя, которая не участвует в теле, стересис, и которой нет совсем. Вот это та материя, которая может стать действительной, она является материей, то есть она входит в тела, и она оказывается на границе сознания. Есть еще лишенность стересис, которая находится за границей, не на границе, а за границей сознания, и которая является материей в ее потенциальном, что ли, состоянии, то есть никакой вообще ее просто нет. Ну вот это и определяет эту границу, границу сознания и вот эту вертикаль, ответственную вертикаль, которая начинается в сфере гилистического, как мы в предшествующих лекциях подробно рассматривали. Так вот, интересно, если с точки зрения строгой феноменологии за пределом этого круга сознания начинается сфера ничто, то наивное, доверяющее к самому себе доверчивое сознание проецирует и вовне, за пределы, некую естественную установку. Полагаю, что тот предмет, с которым оно сталкивается на границе, и тот форштейн, то представление, с которым оно имеет дело внутри самого себя, существует еще и извне. То есть есть еще третье измерение, предмет, материалистический, скажем, подсмысленный предмет, находящийся вне сознания. Собственно, мы видим это не обязательно в чистом материализме, это уже есть в дуализме Декарта, который говорит, что существует res kogens и res extensa, мыслящая вещь и протяженная вещь. Так вот, эта протяженная вещь и самая протяженность находится, согласно наивной установке, дуалистической или материалистической, за пределом сознания. Другое дело, что разница может состоять в том, что одни философы считают, что есть отдельное мышление, отдельная res extensa, отдельно мир вещей, а уже физики, материалисты, эмпирики, они говорят, есть только мир вещей, то есть res extensa, которая каким-то образом формирует или отражается в res kogens. Ну, это вот вопрос два начала или одно начало, это вопрос спорный, но обязательно, обязательно вся философия нового времени признает существование объективное и независимое от субъекта существование внешнего мира. То есть придает естественной остановке некоторое антологическое значение. И при этом происходит нарушение логики Аристотеля относительно того, что, не логики Аристотеля, а структуры, скажем, мысли Аристотеля, которые утверждают, что там за пределом вещи, которые находятся на границе сознания, начинается пустота. То есть вещь находится на границе, а не за ней. И второе, что утверждает Аристотель, это тела существуют только в смычке с сознанием, тела. А вот мера, дает он понять, может представлять собой нечто другое. Мера сама не присуща этим телам. А значит, мера как таковая, если тела есть не что иное, как продолжение мышления, достижение наэсиса, ментального сознания, достижение сознанием своей границы, и там вспыхивает тело, то, соответственно, мера не принадлежит сознанию. И вот это очень принципиально важно, потому что мера по Аристотелю принадлежит логике. Но логика – это область Бога. Логика и три закона логики аристотелевские, закон тождества, закон отрицания, закон исключенного третьего, это законы, которые, а также основные математические, арифметические формулы, сами числа и геометрические фигуры принадлежат в сфере теологии, некого божества. То есть они находятся на вертикали внутри, если угодно, внутри активного интеллекта, который одновременно не обладает таким пространством сознания. Для всего сознания, для всей горизонта сознания, это таким интеллект – точка. И определенным парадоксальным образом внутри этой точки есть божественная вертикаль. Поэтому, Аристотель говорит, нельзя применять методы логики или математики, нельзя применять к физике. Физика – это предел сознания, физика изучает тела, а вот математика или меры – это не меры тел, это совершенно особая область сущего, которая принадлежит к сущему божественному, божественному неподвижному, вечному. И мера – это как раз то, что является вечным при постоянно меняющемся колесе сознания. Иными словами, тела представляют собой изменение, сферу постоянного возникновения и исчезновения, и это свойства тел также именно принадлежать к области возникновения и исчезновения. А вот свойства логических законов, математических законов и геометрических пропорций – это теологические свойства того, что не подлежит законам становления. Иными словами, мера – это не то, что становится, а тела – то, что становится. Мера – это то, что есть, а тела – это то, что возникает и исчезает. Тела существуют на периферии сознания, а вот меры существуют в глубине сознания или даже на трансцендентной оси по отношению к сознанию. Вот поэтому применять напрямую логику или математику к меру тел, то есть меры применять непосредственно к телам невозможно, потому что меры и тела существуют совершенно в разных регистрах действительности. Тела существуют на периферии сознания, а меры существуют в глубине сознания, меры существуют в божественной вертикали вечности, пересекающей горизонт сознания через точку активного интеллекта, а тела существуют на периферии сознания. Поэтому соединить их между собой, соединить эти два мира в предельной периферии и в трансцендентной вертикали просто абсолютно некорректно, потому что мы получим сразу неверные результаты, просто антинаучный бред. Потому что для того, чтобы изучать тела, мы должны пройти все поле сознания от центра до периферии. А это феноменология, это изучение, это интенциональный акт, который осуществляется в двух направлениях, в двунаправленный и вначале с точки зрения самого внимания, который обращается на предмет, а во второй через осуществление феноменологической рефлексии или феноменологической редукции обратное движение от представления к направлению активного интеллекта, что представляет собой интенциональную перцепцию, об этом мы говорили. Так вот, на самом деле изучение вещей невозможно корректно, то есть тел, изучение тел, того, что находится на периферии сознания, невозможно без внимательнейшего рассмотрения структуры сознания и тех процессов, которые происходят в нем. То есть от математики, от мер, от вечности, от законов логики нас отделяет колоссальное расстояние сознания. То есть, когда мы вспоминаем эту карту, карту такого горизонтального плоту и каскада, каскада действительности от вертикали, центр плоскости и конец плоскости, второй вертикали, где сознание граничит с ничто, некой две бездны, можно сказать, одна внутренняя, бездна другая внешняя, между ними растянута территория сознания. Так вот, для того, чтобы изучать тела, необходимо хорошо представлять себя, очень строго представлять собой в себе структуру сознания и процессы, которые происходят в сознании, потому что тела – это то, что возникает на границе сознания. Но между телом, которое находится с одной стороны сознания, на внешнем горизонте, и мышлением, мышлением с помощью логических законов, математических исчислений, то есть мером мер или измерением мер, простирается огромная территория интенциональности и интенциональных актов. То есть, на самом деле, предмет, тело, которое мы имеем на горизонте, на периферии, для того, чтобы быть возможным, соотнесенным с мерой, должно пройти весь этот путь горизонтального сознания и проделать полностью всю феноменологическую редукцию и рефлексию по модели Гуссера. Гуссера говорил, что первое начало – это отбрасывание естественной установки, то есть выношение за скобки слепого доверия нашего и нашего сознания относительно существования вещи за его пределом, то есть и скорее утверждение как раз истины Аристотеля о существовании, о том, что каждая вещь представляет собой материю и форму, и, соответственно, материя как несущая, но включенная в сущие, ставшая действительным в сущем, благодаря активному творящему интеллекту, ну, спаэтикос, вот это некий отдельный, это предел, а за ним, то, что, естественно, установка утверждает, это как раз отвергается, отбрасывается. Дальше идет процесс дальнейшей рефлексии, осуществляется осознание самого акта, восприятия интернационального, содержание интернационального акта как феномена вместе с этим актом, ну и дальше происходит эдетическая часть, и в конечном итоге прыжок к трансцендентному внутреннему радикальному субъекту или интентору, такое уже утверждение эманентно-трансцендентного обратного предела. Вот пока эта операция не пройдена, говорить о измерении каких-то вещей или тел на периферии невозможно, потому что между мерой и телом лежит сознание, и в этом заключается принципиальная особенность физики, правильной физики Аристотеля. Между мерой и телом, как двумя видами сущего, лежит сознание, которое нельзя игнорировать при соотношении тела и меры. И, соответственно, нельзя создавать физико-математическую структуру, потому что физико-математическая структура будет как раз игнорированием территории сознания. Это будет просто эпистемологической, методологической ошибкой. Но именно это и осуществляет мысль и философия, особенно физика, естественно, научная дисциплина нового времени. Они, во-первых, берут естественную установку. Они отказываются от того, чтобы осуществлять феноменологическую редукцию, рефлексию, и говорят, ну вот и хорошо, что если наше сознание утверждает, что вещи внешнего мира есть, давайте их сразу изучать, давайте измерять тела. Давайте измерять тела хорошо, но между телом и измерять, между телом и мерой существует сознание. Если мы не проделаем аккуратнейшим образом, не проследим всю структуру интенсионального акта и как он проходит, то мы просто не поймем, что к чему мы будем применять. Потому что если мы проделаем интенсиональный акт, первой фазой анализа интенсионального акта, то есть такой феноменологической редукции или психолого-феноменологической редукции, первым актом является демонтаж естественной установки. Поэтому, соответственно, мы уже никогда не сможем применить меры к тем телам, которые существуют в контексте этой естественной установки Натюрлихи-Айнштейна. Соответственно, если мы осуществим осмысление психолого-феноменологическое осмысление, структуры нашего сознания, мы первым делом выключим и отбросим естественную установку. То есть мир тел, существующих вне нашего сознания, исчезнет. Как такая научная область, фиктивная просто, как некая галлюцинация, как химера, исчезнет. И если мы уж и будем применять меру, если мы прорвемся к самому миру вечности, которые проходят сквозь точку интентора или радикального субъекта в центре, скажем, активного интеллекта в центре нашего сознания, то мы, конечно, будем применять эти меры к чему-то другому, нежели к химерическим объектам естественной установки. Потому что этой естественной установки не будут, и если и будут какие-то представления и какие-то объекты, то это будут объекты в духе Алексиуса Майнонга, то есть объекты, которые будут принадлежать в сфере сознания. Они будут психическими объектами, они будут представлениями, они будут ментальными объектами, они будут объектами желания, воли, как угодно. Майнонг – это еще один из учеников Барантана, который развал теорию предметов. То есть все предметы, которые будут измерять полноценная научная мысль, и учитывающие структуры сознания – это будут внутренние объекты. А внешние объекты, они не совместимы в признании к существованию, а, соответственно, возможность приложить к ним меры вертикальной, божественной, теологической реальности, где А равно А, есть не А и действует закон исключенного третьего. Этот мир просто упраздняется первым актом психолого-фенологической редукции. Соответственно, возникает очень интересный момент. Для того, чтобы сохранить веру в объективное существование вещей за пределом сознания, необходимо отказаться от, собственно, осмысления структур сознания. Необходимо вынести, осуществить эпохе, то есть отбрасывание, но уже не по отношению к внешнему миру, или не по отношению к антологическому первенству мысли вертикально-трансцендентной. То есть надо вынести за скобки не идеализм и материализм, как предлагает Гуссель, а тут надо осуществить эпохе в отношении сознания. И вот новое время и вся философия нового времени, она основана как раз на эпохе, осуществленном в отношении сознания. То есть сознание, которое лежит в основе нашего присутствия в мире, оно упраздняется, и оно упраздняется в пользу одного из двух дуалистических начал. Либо оно подшивается в сторону мышления, как у Декарта, потому что Декарт рассматривает эмоции и другие формы ощущения, как некоторые мутные и примитивные зачаточные уровни мышления, то есть логического мышления. Так же, в принципе, делает и Кант в его критике чистого разума, в этот чистый рассудок, функционирующий на основании логических законов, к нему же вподчеваются и все способности формирования априорных форм чувственности, все другие сферы, которые у Брентана, Аристотель, и Гуссель, и Хайдеггер, и все представители феноменологии, они, безусловно, включают в сознание. Так вот, в новое время происходит упразднение сознания. Упразднение Аристотеля – это упразднение этой полной картины каскада, где изымается средняя часть, не верхняя, не нижняя, а средняя часть. Сфера сознания. И она разрывается, частично она приписывается такому логическому субъекту, то есть уже не активному интеллекту, а некоторому рассудку, а частично она отбрасывается в сторону, делегируется в сторону того, что называется естественной установкой. И, например, материализм, он будет претендовать на то, что сознание есть проекция материальных вещей, существующих сами по себе, до и вне, и независимо от сознания. То есть здесь область сознания как бы сдвигается в сторону материализма, но такой тоже крайний материализм, функционализм в психологии, эволюционизм, марксизм. И либо сознание включается как некий такой нищий уровень мышления в сторону рациональности, оперирующей законами логики. В любом случае ликвидация Аристотеля при конструировании топологии естественных наук нового времени, прежде всего физики, происходит за счет упразднения сознания. И тогда возникают интересные вещи. Тогда то, что мы назвали осью теологии, то есть той осью, в которой действуют законы логики, законы чисел, законы геометрии, вот эта область, область теологии, она опрокидывается, проецируется напрямую, напрямую, очень важно, минуя сознание, проецируется в сферу того, что Гусарин называет естественной остановкой, то есть в сферу материальных тел, существующих независимо от нашего сознания. Таким образом происходит чудовищная антинаучная иррациональная подмена. Фактически создается некоторая материалистическая теология, которая воплощена в принципе о необходимости взаимодействия с материальными предметами, как с логическими единицами. А это слияние, то есть физико-математическое понимание реальности, где вещь рассматривается как точка, где дисконтинуальность мера, дисконтинуальность, отдельность, разделенность, рассматривается как свойство самих вещей и их включенности в материю, то есть признается объективное и независимое существование этих вещей, то есть закон логики, а есть а, действует ли на них, и так формируется сфера классической механики, где вещам, существующим вне сознания, приписываются атрибуты божественных мер. С этим связан знаменитый принцип инерции Галилея, Галилея или Буридана, Галилея Галилея предала ему, Галилея Галилея предала ему тотальное выражение. С точки зрения Аристотеля, естественно, движением является движение по кругу. Мы поняли, почему именно по кругу, потому что всякая другая форма движения будет искажением принципиальной физической закономерности Аристотеля относительно его топологии, что естественное место находится в Боге, и только Бог пребывает в покое для того, чтобы вещь существовала с одной стороны, то есть двигалась, но не исчезала, достигая своего естественного места, к которому она стремится, круговое движение является естественным и наиболее упорядоченным, потому что вещь не уходит слишком далеко от своего естественного места, не исчезает, но одновременно она не сближается с ним, не совпадает с ним, потому что в таком случае она бы достигла обожжения и перестала бы быть именно этой вещью, а стала бы Богом. Соответственно, Именно круговое движение является естественным, а принцип инерции утверждает, что если на вещь не оказывают никакого воздействия, эта вещь будет либо покоиться, либо двигаться по прямой. Именно вещь, именно та материальная вещь, которая существует вне сознания и в которой гипостазируется наша естественная установка. Но это полная противоположность Аристотелю и полная противоположность картине восприятия. Иными словами, мы придаем материальной вещи, находящейся вне сознания, статус божественный, потому что, согласно Аристотелю, покоиться может только та вещь, которая достигла своего естественного места. А покоиться, соответственно, это Бог, это раз. Во-вторых, прямые движения, в отличие от всех остальных, это тоже свойства божества. Боги двигаются по прямой, и недвижимый двигатель, Бог, находится в состоянии покоя. И эти два свойства, которые характерны для того случая, который относится к мерам. Потому что вечность – это то, что позволяет измерить, временность, неподвижность – это то, что позволяет измерить движение, а отсутствие пространства позволяет измерить то, что принадлежит пространству. Поэтому это прямое движение, меры и покой – это свойства того, что в телах не существует. То есть тело не может покоиться и не может двигаться по прямой, в каком бы то ни было смысле, потому что это всегда, даже если оно покоится, это относительное покой, а если оно движется по прямой, это тоже какая-то форма кривой, которую мы просто не видим в полной мере, или какой-то фрагмент ее траектории. Иными словами, прямолинейное движение и покой – это свойства духа, духа в метафизическом понимании, то есть свойства субъекта или того, что находится внутри активного интеллекта. Но это никак не свойство вещей. Соответственно, точно так же и закона суммы воздействия сил на тело, которая не учитывает качество этих сил при воздействии на тело. Также закон дифференциальных вычислений, которые Ньютон и Лебнис разработали постоянно, где существует принципиальное смешение двух представлений. Это дисконтинуальности, это свойства меры и континуальности, которые представляют собой свойства как раз телесного мира, находящегося на пределе сознания. Когда через закон лимит при х, стремящихся к единице, лимит от х при х, стремящихся к единице, равно равно единице, это натяжка, основанная на представлении о бесконечно малом. И о том, что это бесконечно малое постепенно исчезает само по себе, это может быть вполне приемлемое допущение при строительстве, но совершенно недопустимо антологическое утверждение. Это тоже возникает из-за того, что мы накладываем совершенно два рода сущего. Родомер, связанных с арифметическими единицами, числами, которые принадлежат к логике. И там действительно есть один, два, три. И там как генон в принципах вычислений бесконечно малых показывает невозможные ни дроби, ни отрицательные числа. То есть числа бывают только натуральные, только положительные и начинают с единицы. А в дифференциальных вычислениях и в понятиях о дробях, понятиях об отрицательных числах речь идет о некоторых континуальных переменных, которые связаны как раз со стихией становления, а не со стихией неизменности. Стихия неизменности – это числа, это числа арифметические. Стихия становления – это величины непрерывные, континуальные, такие как там отрезки, какие элементы плоскости или объема. Так вот, это два разных порядка вещей. Их можно соотнести, но соотносятся они через очень сложную систему сознания. Когда мы сознание выбрасываем, у нас возникает некоторое движение по созданию материстической теологии, где вещам и материальным предметам приписываются свойства, которые, строго говоря, должны быть приписаны только божеству, то есть мерам. Это и есть дифференциальное исчисление, потому что дифференциальное исчисление, вводящее представление о бесконечно малом, хочет сказать, что реальное достижение предела, а предел – это дисконтинуальность, то есть это божественная мера, возможно, путем приближения к нему чего-то континуального. Но на самом деле и кажется, само представление о бесконечно малом числе, эти парадоксы математики, они сводятся к тому, что в каком-то смысле континуальное, то есть приезжающее с области порождения и смерти, может достичь, может настолько приблизиться к самой мере, что с ней совпасть. Но это как раз означает, что если… что значит совпасть? Значит, игнорировать отличие двух порядков сущего – тел и мер. Но эти два порядка сущего отделены как раз сферой сознания. Сознание может быть маленькое, сознание – это сфера сознания может быть крохотной, может быть бесконечно малой, но оно всегда есть. И именно наличие сознания, сознание как такового, интенсионального акта, и не позволяет достичь предел в структуре постоянного дробления того расстояния, в структуре, можно сказать так, геометрических величин, то есть величин континуальных. Эти континуальные величины, как бы мы их не сокращали, все равно никогда не достигнут предела, как в парадоксе Зелона Элейского. На самом деле здесь никогда не будет невозможен переход тела в меру, никогда невозможен переход в физической точке, в математическую точку, никогда невозможно построить такую или нарисовать такую физическую прямую, в которой не было бы никакой площади, потому что тогда вот эта физическая прямая без площади, линия как таковая, она не будет видна, потому что как бы ни тонким, каким бы ни было тонким перо или остроточенный карандаш, который проводит прямую линию, все равно это полоса, иначе мы ее не увидим. Это вот определенное, и как раз то, что утверждает различие между приближением к пределу и реальным пределом, это и есть то сознание, которое в любой ситуации обязательно говорит, есть то, что находится внутри меня, это меры, и есть то, что находится во мне меня, это тела, но и внутри, и во мне, и вовне меня, это не означает «за моим пределом», это означает «на моем пределе», если говорить о телах, и в моем центре, если говорить о логике. Соответственно, законы логики, примененные к химии естественной установки, то есть к материальным телам, существующим вне сознания, создают совершенно особую религию, религию естественно-научных дисциплин или религию научной картины мира, где телам и материальным предметам, существующим вне сознания, приписываются божественные свойства. То есть, если эти свойства действительно являются свойствами мышления, которые трансцендентны сознанию, то уж точно они не являются свойствами тел, которые находятся за пределом сознания. Более того, речь идет о совершенном вырождении и опрокидывании вертикалей мер в сторону тел. То есть, меры, которые существуют отдельно, как логика, они вбрасываются в область тел и фактически создают такую предельно ложную, перевернутую антологию материализма. Естественная установка приобретает уже здесь не просто наивный характер доверия нашим органам чувств и нашему восприятию. Тут, естественно, установка приобретает характер метафизической религии, некого жесткого культа, некого политического долженствования, норматива, которая, конечно, отражается не только в естественно-научных дисциплинах, но и во всей структуре жесткого политического тоталитаризма нового времени, которая навязывает свои догмы гораздо более жестко, чем эпоха Средневековья или религиозные общества. Религиозное общество по сравнению с теми обществами, которые выходят в эпоху модерна, представляет собой пик свободомыслия, настоящая диктатура такого общеобязательного, нетерпимого, нетолерантного материалистического мышления, только основанного на абсолютно ложных и взятых с потолка таких философских операциях, то есть абсолютизация и возведение в религиозный культ банальных естественных установок, приданию химии вещи, существующие вне нашего сознания, приданию статуса онтологической божественности, потому что закон инерции или временем движения и есть закон обожествления материального предмета, приписывания материального предмету свойств логики. Точно, если мы посмотрим, откуда все это идет, все идет, как весь кошмар и все вырождение и извращение, все идет от Демокрита, потому что его идея атомов уже есть предвосхищение этого переворота, этого фундаментального переворота, это есть некое преступление против сознания, вот что такое Демокрит, потому что он начинает приписывать статус неделимости не единству, которое существует внутри активного интеллекта, а вещам, которые существуют вне его, и тогда вот это представление об атомах и пустоте превращает логические объекты, такие А, которые равно А или не А, что есть только на уровне мер, он придает этот статус А равно А и А не равно А телам, и вот А равно А дает нам атом, а не А дает нам пустоту, и вот таким образом уже Демокрит закладывает основы возможной конструкции некой обратной сатанинской, черномагической религии тел и материи за пределом структуры сознания. Не случайно, да, позднее это приходит, продолжит развитие у Эпикура, потом у Лукреция, и не случайно новое время так неразрывно связано с атомизмом. Атомизм, представление, что такое атомизм? Это представление о том, что математическая точка существует в физическом мире, то есть в мире тел. Точка – это геометрическое понятие, А – это логическое понятие, закон тождества А равно А – это теологическое понятие, число, как арифметическое, это цельное натуральное число, представляет собой также божественную реальность, когда мы проецируем эту божественную реальность не как результат референтного суда, которым вещи подвергаются, то есть вот когда фактически закон логики А равно А, или законы математики, законы геометрии – это некие судьи, которые судят вещи, это суд над вещами, но этот суд осуществляет не сами вещи, а меры, которые судят тела. Телам же этот суд не присущен, тела судимы, они судимы богами, судимы логикой, и в этом их принципиальный статус, одни судят, другие подсудимы. Тела – это подсудимый мер, а меры – это судьи тел. Так вот, когда утверждается, что атом, то есть точка математическая существует, что существует закон не А в качестве вакуума, это как раз приписывание материальным вещам уже при демокрите, приписывание божественных свойств. То есть это фактически создание некоторой пародии на действительность, на метафизику, перевернутая мысль, перевернутое мышление, воплощенное, воплощенное в материи. И происходит это за счет ликвидации, вынесения за скобки или элиминации сознания. Когда мышление проецируется без сознания в материю, возникает совершенно новая форма, некого бессознательного мышления. Это и есть искусственный интеллект, это и есть мышление машины. Вот сознание машины фактически было первым создателем робота, искусственного интеллекта, был демокрит, потому что его атомистская концепция мира уже приписывает сознание, не сознание, мысль, приписывает мышление, логику приписывает вещам, потому что атом и пустота и есть законы логики, которые только утверждаются не там, где они должны быть закономерны, не в вертикальном мышлении, а в неком бездонном ничто. Это нигилизм, трансцендентальный и тотальный нигилизм, уже предвосхищающий самые авангардные, в случае демокрита, самые авангардные формы развития современной, например, спекулятивной револизмы, Рей Боросье с его трансцендентальным нигилизмом. То есть демокрит предвосхищает всю антологическую структуру этого теологического материализма, который, отталкиваясь от естественной установки, возводит здание некой мощнейшей теологии, теологии атомов, теологии законов механики, теологии гравитации. Но самое страшное это именно атом, потому что атом утверждает именно свойства божества за материальными предметами. Свойства божества это логические свойства. Соответственно, здесь теперь вот посмотрим, да, таким образом физика, с которой мы имеем дело, естественно, научные законы, которые мы воспринимаем как некое нечто абсолютное, некоторые естественно научные, практически все естественно научные дисциплины и формулы и модели, которые нам рассказываются как нечто безусловное, все это является предельной формой религиозного, даже, скажем, обратно, черно-религиозного произвола. Основано это на ошибке на ликвидации сознания и интенциональности. Это очень важный момент. Иногда может ложиться впечатление, что современная наука, даже генон иногда говорит, что это наука профанная, то есть она занимается матератическими вещами, здесь, в общем, допускается, что она в чем-то справедлива, да, она не имеет духовного измерения, да, она потеряла святость, да, она потеряла трансцендентное измерение, но в принципе ее выводы достоверны в отношении этой узкой, скудной, материальной области, области тел. Абсолютно не так. Это не так. И сам генон, кстати, замечательно пишет работу, я сегодня упринял ее, «Принципы вычислений бесконечно малых», где критикует Лебница, в первую очередь, в которой и совершил одну из фундаментальных ошибок, обосновывая метод дифференциальных вычислений, какая ошибка была генон подробной и показывает введение понятия бесконечного числа, бесконечно малых и так далее. То есть это уже была погрешность. Так вот, так называемая современная профаническая наука, материалистическая наука, кажется, что она правильно говорит о низких предметах, правильно замечает определенные законы, правильную формулу составленную. на самом деле это не так. Это абсолютно ложная наука, которая в качестве предмета имеет нечто несуществующего. Это черная религия, религия атомов, религия мертвых и несуществующих реальностей. Это религия, которая упраздняет сознание и заведомо соответственно выбивает почву из-под настоящего вертикального мышления, которое находится внутри сознания. Если нет сознания, то то, что внутри обуваливается, обрушивается и идет отрицание здесь в данном случае не только нус поэтикос, но и нус патэтикос и приписывается в результате совершенно закономерно по мере развития этого научного естественного мировоззрения приписывается самой материи. То есть, конечно же, в активном откровенном материализме, империзме и современном нигилизме мы видим последние стадии этой черномагической религии материализма, но в самом начале, с самого начала все формулы Исаака Ньютона, все положения Галилеа-Галилеа, все атомистские идеи Гассенди, все утверждения Декарта, все, что говорит Спиноза и все, что следует за этими творцами архитектуры, интеллектуальной архитектуры нового времени, все это чистая химера, это антинаучный бред, это религиозные догмы, полностью опровергаемые действительностью, и их, все это строится на сносе аристотелевской антологии и космологии, и гносеологии, и соответственно, все это в принципе представляет собой искусственную конструкцию материалистической метафизики, абсолютно произвольную и изначально оперирующую схемерами, то есть, вот это существуют химерические объекты, то, что кажется материалистом, частицей, кварком, квантом, атомом, субатом, кстати, обратите внимание, что атомы недолго продержались в этом статусе очень быстро были обнаружены субатомарные элементы, но атом это то, что не имеет частей, конечно, на условное не имеет частей, там, как бы, почти не имеет частей, но это и с точки зрения нормальной и адекватной физики, все могли бы согласиться, ну да, почти не имеет частей, это уже риторический закон, а не логический закон, но смысл атомизма в том, что он настаивает на том, что атом это действительно неделимое, и это очень принципиально, и в поисках подлинно неделимого и движется мысль в сторону субатомарных исследований, вплоть до петлей современных струн, теорий струн, петлей и так далее, на самом деле вот это впавшее в безумие в начале нового времени сознание, которое, вернее, не сознание, мысль, которая бросилась в материю и основываясь на абсолютно химерических опорах несуществующей естественной установки, такой антинаучной стал устроить свою черную религию, религию науки естественных научно-дисциплин нового времени, вот это сознание до сих пор продолжает быть одержимым поиском атома, атом исчезает, атом убегает, потому что его нету, атома не может быть всего континуальности того, той стихии, которая представляет собой, скажем, геометрические величины по генону или сферу становления и исчезновения, сферу рождения и смерти, эта сфера становления, рождения и смерти, она континуальна, она связана, не может быть никакого разрыва, здесь могут быть только волны, только колебания, атомов здесь быть не может, и в каком бы безумии эта атомистская естественно-научная мысль не рвалась в поисках новых и новых нитри, новых мельчайших частиц, это вот сейчас это уже видно, что это диагноз, люди, которые занимаются поисками атомов, которые всякий раз ускользают, это просто диагноз, они ищут того, не только чего нет, а чего не может быть и никогда не могло быть, даже в качестве гипотезы этого не могло быть, то, что они хотят найти под атомом, то есть некую материальную частичку, которая бы соответствовала логической формуле А равно А, не существует в мире тел и не может существовать, это закон логики, в логике, да, это есть, но это А равно А, это то же самое, что и Хея Шерехе в библейском повествовании о неопалимой Купине, я есть тот, кто есть, аз есмсущие, Хея Шерехе, то есть, Бог и есть Он Сам, и никто, кроме Него, цифра, число, которое считалось богами у фигарейцев, у пифагорейцев и у платоников, да, есть, одна только цифра, и даже, и две цифры, и одна, и две, и три цифры есть, это единый Бог, это две природы Иисуса Христа и это Бог Троица, да, вот эти числа есть и они равны себе и они действительно представляют собой то, что они представляют, но это теологические понятия, и математика, и геометрия, и все неизменные законы вечности, они и принадлежат вечному, они принадлежат судьям, а не судимым, они принадлежат мерам, а не вещам, и искать эти меры в самих вещах абсолютно бесполезно, и, собственно говоря, в этом и заключается фундаментальнейший не просто кризис, а обвал, схлопывание современных, естественно, научных дисциплин, эта идея разрушить сознание, и фактически создание искусственного интеллекта или киборгов является последним и логическим шагом в этом направлении, изначально новое время и наука нового времени была борьбой против сознания, потому что тот, кто отрицает аристокля, отрицает саму структуру сознания и уже принадлежит вот этой черной саентологической секте или антицеркви материализма, когда мы имеем дело с учеными материалистами, учеными нового времени, мы имеем дело не с теми людьми, которые компетентны в этом, в нижнем мире, они не компетентны ни в чем, это одержимые, это опасные маньяки, они в своем стремлении найти то, чего заведомо не может быть и подделывая протокол своих лабораторных наблюдений или потом оспаривая это, как показал Фейрабен, Койре или Томас Кун вот в структуре научных революций или ранний Латур, который поначалу очень хорошо начинал, показывая абсолютную поддельность такую совершенно мошенническую природу так называемых научных открытых 19 века и вот эта наука сама по себе современная наука точная естественная наука ничего менее точного сложной представьте что-то более неточное это настолько ложные утверждения поэтому и в отношении материальных телесных вещей все представления современной науки не верны вообще они не понимают ни природы тел ни законов с ними связанными потому что в принципе и ужас перед той действительностью которую они не понимают а это действительность сознания и толкает их созданию искусственного интеллекта виртуальной реальности они не выносят действительности потому что в действительности разлито сознание сознание неотделимо связано с феноменологически понятой действительностью это на мой взгляд очень важное важное пояснение вот не осмыслив до какой степени современное естественное научное представление является произвольным ложным антинаучным неверным совершенно религиозным с точки зрения недоказуемости абсолютной абсурдности своих утверждений вот без этого мы не сможем приступить к тому что Гуссрель называет регионами вот преодоление кризиса европейских наук возможно только через возврат к сознанию и здесь я хотел бы обратить внимание еще на такой один момент что иногда описывается процесс ликвидации Аристотеля в новое время вот это восстание против сознания через апелляции к Платону мол Платон тоже не совпадает с Аристотелем Аристотель выступал против Платона как раз против трансцендентных элементов ему если мы выступаем против Аристотеля могут вам сказать даже сторонники такого физики нового времени мы лишь просто восходим к платонизму к его таким вечным вечным мерам вечным вечным идеям и отрицаем этот иммунентизм Аристотеля в пользу чего-то лучшего ну если там в отношении Флорентийской Академии это можно с этим согласиться или в отношении Пикадемирандова хотя Аристотеля они очень уважительно к нему относились и конечно здесь не было никакой оппозиции если уж они выступали вот фланетийские платоники против чего-то так это против засух засохших таких гиперрационализированных представлений поздней схоластики да и то они не совсем против нее выступали просто они открыли Платона герметические тексты стали заново открывать Аристотель они переоткрыли греко-латинскую классику в каком-то смысле для европейской культуры заново через кстати греческое влияние через гемиста полифона и в период как раз Флорентийской унии тогда и приехали многие греческие православные иерархи Феррару и Флоренцию и привезли с собой кстати многие манускрипты и это было открытие такой греческой культуры которая продолжала существовать в Византии поэтому еще не было ничего страшного но постепенно постепенно вот эта борьба с Аристотелем стала главной программой реформирования научной картины мира нового времени и тогда Платона стали использовать утилитарно это был перевернутый Платон черный Платон Платон низвернутый в сферу материализма потому что то что Платон говорил о трансцендентности идей было применено к трансцендентности атомов вещей то что он говорил о бесконечном или едином было применено к совсем другим материальным реальностям это был не настоящий Платон это был демокрит только вот обернутый формально в Платона это была страшная подделка платонизм ничего общего с этим с этой химерой с преданием естественной установки преданием какого-то самостоятельного метафизического божественного статуса и близко не находилось это абсолютно другая другая система координат однако я бы хотел обратить внимание на такую вещь что в каком-то смысле вот прочтение мателевтическое прочтение Платона возможно ну конечно если быть жуликом и мерзавцем или просто сатанистом таким философским то можно много таких операций провести взять какие-то светлые мысли и перетолковать их в особом таком извращенном ключе это многие этим занимаются тут нет ничего выдающегося но я хотел бы обратить внимание например на то как можно было бы поступить с идеей единого многого у Платона вообще вот понятие единое и многое на диалектике отношения между как двумя этими понятиями основан платоновский диалог Парменид это можно прочитать так что есть единое и не единое не единое есть многое но многое как количественно многое как дивизивное как разделенное это на самом деле еще не сама и не материя и не внешний мир а это скорее некоторое именно логическое или божественное понимание не единого то есть единое мыслит настолько едино настолько оно само едино что даже свою противоположность оно вот это единое может воспринять как что-то состоящее из единиц то есть Геннада мыслит все как мыслит монады Геннада как монада то есть присуще к хвоотическому единому в неоплатонической хенос в неоплатонической терминологии мыслит монады монос такие единички как некоторое рассеянное утверждение самих себя вот это отношение между Геннадой и монадой хенос и монос составляет некий парадокс потому что единое настолько единое что даже когда оно мыслит не себя оно все равно мыслит немного себя потому что она единая и вне себя оно ничего не мыслит. Отсюда возникает двойственность понятия пола, многое. Потому что это на самом деле не свойство вещей, многих вещей, а это свойство, это некий суд единого над тем, что им не является. И поэтому у Платона это дифференцировано в других гипотезах. Хэн-пола, хэн-кай-пола, пола-кай-хэн, и только потом пола. Но на самом деле, даже если мы возьмем чистую пола, чистое многое, вот пятую гипотезу Парменида, мы увидим, что все равно хэн-едина не может настолько от себя уйти, чтобы представить нечто не математическое. Пусть это такое большое, очень большое, неопределенно большое, недефинитно большое число монат рассеянное, противоположность единству самого и самой единицы, но все равно это некий ряд, состоящий из чисел единиц, который так или иначе состоит из единиц, то есть все равно это единое. Ну, на этом основана сам первый ряд гипотез Парменида. Однако, это единое, как множество единиц, то есть количественный принцип, не есть свойство тела, это есть свойство суда над телами. Вот это важно, что как бы мы не уходили от единого через умножение этого единого на множество, все равно множество, состоящее из единиц, все равно оно не может оторваться полностью от единого, а значит оно принадлежит, это не само множество, мы имеем дело не с самим множеством в виде мира возникновения и исчезновения в мире становления, а с неким судом, который единое осуществляет над своей противоположностью. То есть множество, это все равно то, как единое видит не себя. То есть это взгляд со стороны единого, и фактически самой континуальности эта дискретная множественность не присуща. Это взгляд на континуальность со стороны дисконтинального единого. Вот это очень важно. А вот то, что присуще телам, или вот этой периферии сознания, о которой мы говорим, как таковым, то это присуще не единое в том смысле, в котором оно не является и многим. Потому что отрицанием единого может быть нечто в структуре единого, тогда это будет многое. Но можно представить себе, что отрицанием единого будет, например, зеленое, или, не знаю, дождь. Потому что дождь – это не единое. Или, например, попугай. Попугай – это не единое, не хэн. А некая птица такая занятная. Соответственно, у не единого, кроме многого, то есть такого симметрично не единого, и по этой, и за счет этой симметричности, как-то сохраняющей связи с единым, есть еще возможное не единое, которое не является и многим, которое просто не лежит в этой плоскости. Поэтому здесь надо искать, а единое и многое – это все дисконтинуальные категории, это числа, это числа, связанные с божественной арифметикой. Потому что поэтому пола – это тоже божественная вещь. Это божественная вещь, потому что многое, оно как-то связано с единым, пусть хоть и обратным образом, но связано. А все, и оно и связано с числами, оно связано с дискретностью. Все, что связано с дискретностью, связано с единым. А вот собственно телами является нечто наоборот, нечто не подлежащее дроблению, нечто континуальное, нечто связное, нечто постоянно изменяющееся, нечто динамичное. Вот эта стихия становления не есть пола. И это тоже помогает понять, что мы не должны искать восстановление многого. Это тоже, как вот мыслят, я пытаюсь восстановить эту историю преступлений, воссоздать, как платонизму притянули к материализму, потому что они сказали, ну вот есть атомы, и эти атомы пола. Пола это совсем другое. Пола это результат суда единого над континуумом становления. Вот становящийся континуум, вращающийся круг, он воспринимается как не свой центр. Центр говорит, моя периферия, это не я. А раз эта точка единая, значит, соответственно, это будет не единая. Но вот эта не единая не есть совокупность таких же точек, как центр этого круга, только в неопределенно большом количестве. Вернее, это можно представить себе как аналог точек, но для этого нужно прочертить вектор интенционального акта. Необходима стрела сознания. И вот тогда, на этой периферии, именно благодаря прямой связи с центром, то есть с мус поэтикоз, может часть, вот эта часть континуума, телесного континуума, может вспыхнуть как отдельное тело. Но всегда в связи с сознанием, и никогда не без него. Это вот важное, на мой взгляд, очень замечание относительно двух возможностей противопоставить хэн, с одной стороны, пола, то есть это то, что связано с хэн, и еще что-то другое. Не хэн, но и не пола. И вот это не хэн, и не пола, и есть континуум, то есть вообще ни единое, ни многое, ни число вообще. Еще, на что я хотел бы обратить внимание, это на такую вещь, как антическая логика или модальная логика, которую, в общем, начал развивать Мали. Эрнест Мали, ученик Майнунга, последователь Брентана, тоже это все в рамки нашей феминологии входят. И развил Генрих фон Врихт, создавший такую мощную структуру модальной логики. Это модальная... Да, в чем здесь принципиальный вопрос? Дело в том, что логика не относится к сфере сознания. Логика – это мышление. И именно поэтому самый последовательный, на мой взгляд, феноменолог, такой гений абсолютно, настоящий аристотелянец Брентана, и строит свою собственную логику с одним квантером существования. С точки зрения Брентана, об этом мы говорили, активный интеллект способен только одним образом удостоверить соответствие представления самой вещи, находящейся на периферии, через эвиденцию, через дугу эвиденции. И поэтому у логики есть один закон – закон существования или несуществования. То есть вот единственным образом все логические законы, они проецируются в сознании и осуществляют верификацию соотношения представления, то есть содержания интернационального акта с самой вещью, в которой кроме содержания интернационального акта участвует еще ставшая действительность абсолютно никакая по качеству материи. Вот это тоже очень важно, но это утверждение может сертифицировать именно суд или суждение, производимое с помощью обращения к активному интеллекту. Об этом мы говорили. Соответственно, у такой логики Брентана только один есть фактор существования, никаких законов больше нет. И именно потому, что Брентана настаивает на жестком разграничении логики мышления и сознания, что у Канта, например, переплетено, в этом и состоят его главные претензии к Канту, например. Поэтому очень важно, что логика не является, не прижит к тому же горизонту, что и сознание. Логика вертикальна по отношению к сознанию. И, соответственно, ни в коем случае нельзя считать сознание и мышление одним и тем же процессом. Это два совершенно разных уровня просто бытия. Сознание связано с физикой и с телами в конечном итоге, как пределами, а мышление связано с мирами и с вечными законами, с теологией. Соответственно, их нельзя смешивать. И именно разведение этих двух уровней и составляет основу феноменологического метода, что очень точно видит Брентана. Но тогда мы скажем так, а как же сознание нелогично, что ли? Ну мы же тоже какие-то операции, вот разделение, соединение, исключение. Мы тоже в ходе нашего сознания используем? Да, используем. Но только это не законы логики, а законы риторики. То есть это законы логики, опрокинутые в сферу неопределенного. Вот здесь в сознании-то, в сфере поэтических формул, риторических фигур, тропов, сравнений, метонимий, различного рода риторических топосов, вот здесь-то и есть настоящая рецепция сознания логических начал, но только в приближенных к горизонту, имманентному горизонту уровнях. То есть берем закон тождества. В сфере риторики это будет закон почти тождества или закон ироничного тождества. Мы будем говорить это одно и то же, но это явно не одно и то же. Закон, скажем, метонимии, синегдохи. И когда мы говорим одну вещь, а собирательно стадо коров или сколько голов скота, или там кто Россия заявила, хотя кто-то говорит отдельно. Вот эти собирательные вещи, они отождествляют не тождественное. Выражают, говорят одно, а подразумевают другого. Поэтому вот а равно а здесь не отрицается, но не утверждается. Здесь некая нестрогость привносит сознание и риторика привносит нестрогость в логику. И эта нестрогость соответствует уже возможности восприятия тел. Таким образом, тела возникают на границе там, где нет логики, там, где есть континуум становления, постоянного становления и глубинного мира мышления, который скрыт, компактифицирован в активном интеллекте. И через сознание происходит гармонизация становления и вечности. На самом деле сознание и есть то, что сопрягает вечность и становление, вечность логических законов и становление периферии сознания. Собственно говоря, благодаря сознанию происходит некоторый плавный и действенный, действительный альянс между логическим и континуальным. Там и возникают такие тела, которые одновременно есть одно и есть два. Сразу же, это же риторическая фигура. Если мы говорим, это одно тело, но в нем присутствует форма материя и даже присутствует еще нечто среднее между ними, соответственно, это одно, оно же и два, оно же и три. И с точки зрения риторики, то есть приблизительного утверждения физики, это справедливость. Если бы мы имели дело с черной теологией современной физики, нам бы сказали, нет, это, конечно, составное, но состоит оно, это тело, из атомов, каждый из которых является чем-то единым, неделимым и материальным. То есть сразу же это единство распалось бы в пользу вот этих единиц, которые мыслились бы как некие антологические, твердые, надежные, бытийные составляющие этой телесной конструкции. То есть тело бы тут же распалось, а благодаря сознанию тело сохраняет свое единство, которое отражает логическое, но одновременно сохраняет и свою континуальную свободную способность развиваться, способность двигаться, способность меняться. И, соответственно, риторика как главный инструмент сознания и позволяет построить точную физику. Когда мы говорим о необходимости отвергнуть физику естественно-научную, физику атомистскую, физику современную, физику материалистическую, физику, основанную на черной религии, которая стремится абсолютизировать химеру естественной установки, мы не просто говорим, что ее надо отбросить, мы даже говорим, какую физику вместо нее надо утвердить. Это физика риторики, физика сознания, поэтическая физика, которая правильно прочтенная Аристотель нам подскажет все основные движения, потому что Аристотель об этом и говорил. Его физика и есть правильная физика, его космология, его категории. Их надо просто прочитать феноменологически, чем мы, собственно, занимаемся на протяжении всего этого курса. Так вот, законы отрицания, например, если они попадают в риторику, то это законы, ну, нечистого отрицания, такого, что частично отрицаем, а частично не отрицаем. Отрицаем, но не все. И вот это не жесткость, это отсутствие привации, потому что в этом континууме, континууме телесности, континууме становления нету реальных брешей. Поэтому мы и говорим, что здесь отрицание не дает нам выхода в то, что Аристотель называл стересис, то есть привация, недостаток. Недостаток – это потенциальная гилистичность, находящая строго за пределом сознания. А на пределе сознания существует континуум становления. Поэтому и закон отрицания не может быть полностью законом тела. Поэтому не существует вакуум и не может существовать. Существует континуальная граница сознания, на которой располагаются вещи. Вакуума быть не может, все континуально. Вакуум, если и есть, где-то за пределом сознания, за пределом вещей, значит, его нет. То есть в сфере чистого гилистического или стересиса, который он отличает от Гюле Аристотель. Так вот, Гюле – это то гилистическое, которое стало действительным. Так вот, поэтому закон и второй закон логики в риторике действует как не целиком, не точный закон. Он теряет свою точность, он теряет свою обязательность, которая существовала в рамках божественного утверждения, в рамках полной, полноценной, духовной, вертикальной теологии. Также с законом исключенного третьего. Почему его исключать? Может быть, либо А, либо не А, ну и может быть и все вместе. Поэтому с точки зрения риторических фигур, тропов, с точки зрения поэтических сравнений, с точки зрения творчества, с точки зрения картин, все эти законы Аристотеля, они сохраняются, но сохраняются они щадящим образом. То есть они, как говорится, что есть разделение в аскетике на акривию и экономию. Акривия – это жесткое следование правилам, а экономия – некое попущение такое, что вот, мол, следуй, ну, где-то можешь отступить, и вот ничего страшного. Так вот, если логика основана на принципе жесткой акривии, то риторика на принципе экономии. Вот само сознание экономично в этом смысле, оно, конечно, оно различает одно от другого, но если эти два сольются, оно не будет так уж сильно шокировано, если только они как-то, в общем, друг другу подходят. Соответственно, и третье там может где-то совершенно легко возникнуть. Вот это мышление в рамках такого континуума, который судится, например, логосом, но не строго, потому что если сам логос четкий судит очень строго, то сознание, оно как бы, ну, оно тоже судит, но не особенно судит, потому что только на уровне урта и суждения оно судит, а вот в основном оно представляет, кто-то нравится ему, как Брентана говорил о трех науках, о том, что сознание не только выносит суждение уртально, но еще на нем можно основать эстетику, то есть оно представляет, это форштейлинг, и на нем можно основать этику, потому что оно любит или ненавидит сознание. То есть наше восприятие, оно окрашено множеством разных вещей, к логике не имеющей никакого отношения. И в этом богатство мира, потому что мир как раз и физик, утверждающий, утверждаемое сознанием, изучаемое сознанием, это, во-первых, достоверный объект, это, в первую очередь, объект нашего внутреннего восприятия, то есть содержания, интенсионального акта. Но, с другой стороны, мы ничего не против при каких-то обстоятельствах привлечь активный интеллект для того, чтобы свериться, не грезим ли мы, не зашли мы слишком далеко в наших фантазиях. Ну, кто знает, что такое слишком далеко. В любом случае, всегда можно просить искусственный интеллект, если мы способны корректно мыслить, осуществить полностью редукцию и соотнести эту фантазию с вещью, которая находится на границе. Но разве это интересно? Вся физика находится, иными словами, внутри нас. Об этом прекрасно говорил Башляр, который написал несколько замечательных книг, воображений веществ огня, воды, воздуха и земли при построении современных теорий научных. Замечательная, блестящая серия работ, как раз теоретика науки, которая показывает, что, вообще говоря, представления о вещах внешнего мира, они формируются внутри нашего поэтического наэсиса. Соответственно, тоже можно вполне включить в феноменологический ряд. И вот я начал говорить о геонотической логике, логике долженствования. Так вот, на самом деле, уже Майнонг, ученик Брентана, на мой взгляд, осуществляет определенный отход от идеальной просто программы своего учителя Брентана. Майнонг начинает оспаривать с помощью своей теории психических объектов, которые более разнообразны, и, в общем, развивают модель Брентана, начинает оспаривать законы логики. Напрасно. Опять получается, что если у Канта мышление и сознание были слеплены в мышлении, как бы сознание отдельно не выделялось, и поэтому рациональность Канта осталась такой во многом стерильной, чего не способны высказать относительно вещи в себе, то Майнонг делает другое. Он берет и опускает божественную логику с ее законами в сферу сознания и проверяет сознанием логику. Это тоже нельзя делать. Это, может быть, не так отвратительно и страшно, как создание вот этой химерической антологии материальных объектов или каких-то таких реально вне нас существующих вещей, что уже представляет собой таким просто позитивистским бредом. Но это не так страшно. Но все-таки он не прав, Майнонг, потому что логике вообще не место в сознании логики, место в божественном мире, в теологии. Поэтому сознание не может ни опровергнуть, ни обосновать логику. Сознание в каком-то смысле нейтрально по отношению к логике. Сознание воспринимает ее законы и превращает их в поэтические законы, превращает логику в риторику. В этом и точность, научная точность самого сознания. Поэтому обнаружить, что в сознании не работают логические законы, ну, это хорошо, правильно, но это и так очевидно было бы. И уже у Брентана это, в принципе, содержится, потому что он не говорит никаких логических законов. Логика Брентана – это логика одного квантера существования и все. А вот Мали, ученик Майнонга, он строит донтическую логику, логику долженствования, вводя туда операторы, что необходимо, чтобы было, или хотелось бы, чтобы было. То есть то, что называет Майнонга такими объектами, как дегнитатив или дезодоратив. Но и строит свою систему логики, причем считается, что донтическая система логики Мали не особенно совершенно. А вот Вон Врихт, тоже замечательный, кстати, мыслитель финский, он создал более полную модальную логику. То есть логика с наклонениями. Логика не только, во-первых, с тем, что есть или чего нет, а с тем, что могло бы быть, должно было бы быть. В общем, в этом смысле продолжение той системы предметов, которую Майнонг развил. Так вот, это модальная логика, логика долженствования, логика хотелось бы, логика был бы неплохо, вудби логика такая, или должно быть. Мали вообще был таким жестким сторонником воли к власти, поэтому у него даже такие операторы, как F. Фордерт, одно требует другого. Вот это вот жесткое, велицурмахт, оно пронизывает его дионтическую логику. Занятно, но я хочу сказать, что это не логика. Вот по большому счету, если мы очень корректно и внимательно посмотрим на модальную логику фон Врикта, мы увидим, что это риторика, это риторические законы. Там, где начинается неточность, там, где начинаются пожелания, запреты, или какое-то хорошо было бы, или почти, а что было бы, если бы кто-то. Вот такого рода построение. Для этого не надо вводить специальную логику, потому что логика не об этом. Логика очень проста, и есть только три закона. Все попытки привнести в логику, даже гегелевская попытка привнести в логику закон отрицания-отрицания, это все попытки дополнить логику или усовершенствовать вот эти три закона Аристотеля каким-то дополнительным элементом, все сразу искажают. Потому что это то же самое, что добавлять в религиозные символы веры какие-то новые элементы, потому что нам кажется, что они там уместны. Там ничего не уместны. Вот есть у нас три закона, есть у нас Сибблбер. Вот это надо оставить как абсолютные трансцендентные истины, а в сфере сознания действуют законы риторики. Так вот, на самом деле, диантическая логика или модальная логика, логика и должностнования – это просто раздел риторики. И в этом качестве она прекрасно может сыграть свою функцию. Мне очень нравятся инициатива фон Врихте и Мали, но необходимо все поместить на свои места. Это нельзя называть логикой, это надо называть особыми такими, может быть, формулами более строгой или более нюансированной риторики. И эта риторика действительно определяет структуру функционирования сознания. И вот эта диантическая или модальная риторика, а в риторике все модально, более того, риторика и есть модальность, то есть некое наклонение. И вот эта риторика является лучшим способом понимания физических процессов. Вот там все стоит на своих местах, континуальность не нарушается, геометрическая величина не путается с арифметической, предмет находится там, где ему положено, на границе с сознанием, между сознанием и ничто. Там логика стоит на своей вертикали внутри активного интеллекта. И из этого можно выстроить и правильную биологию, правильную химию, правильную медицину, правильную автоматику, правильную механику, правильное представление о процессах, которые проходят в веществе. Конечно, с одной стороны, вы скажете, ну что, современная наука, все ее выбросать, что ли? Я это пока еще не говорил, но вообще, может быть, и выбросать. То есть будем так уж щепетильны. Мало ли сколько людей заблуждалось, мало ли сколько людей гнались за химерами. То есть, ну, 500 лет явно последних западной цивилизаций, если даже посмотреть вдруг вокруг себя, мы увидим, насколько они привели человечество к распаду, к тупику и к краху. Это закат, закат запада, закат в свое время модерна. Он налицо, об этом уже ленивый только не говорит, поэтому, может быть, и выкинуть всю. Но давайте все-таки обратим внимание на другое. В принципе, можно было бы и выкинуть, и начать заново, стереть с чистого лица, просто и с Аристотеля, пожалуйста, средневековье замечательно, прекрасное возрождение. Ну, а новое время из него оставим только то, что напоминало возрождение, то, что Фрэнсис Йейтс называла розенкрейсерским просвещением. То, что вот осмеивали, оплевывали материалисты и позитивисты, поэтов, мыслителей, Никола Тесла с его эфиром, его альтернативной физики. Вот это все оставим, и это будет нашей особой технологией. Но я хочу обратить внимание, что все-таки с прегрузки ради надо сказать, что современная физика, начиная с конца 19 века, постепенно занялась коррекцией своих ошибок. И вот механическая структура механики Галилея Ньютона постепенно, постепенно куда-то делась. Потому что введение принципа относительности Эйнштейна, который говорит о релятивности, относительности скоростей и квантовой теории, квантовые процессы, которые изменяют представление о таком изотропном пространстве и отменяют принцип локальности, соответственно, это уже что-то другое. То есть, сейчас, правда, нам говорят, что речь идет только об очень больших величинах, очень больших скоростях, или очень маленьких, или микро- и макро-объектов, и что законы механики в целом соответствуют мезоуровню, с которым им имела дело наука того времени. Это, конечно, некая форма речи. Законы механики Ньютона неправильны тотально Галилея, и Галилео-Галилея, и атомизм. И современные теории физиков уже обошли самые чудовищные такие бездные ловушки, и самые такие мощные горы бреда, которые содержатся у истоков современной физики, они их уже обошли благополучно, и их картины, конечно, с этим уродством изначальным имеют мало общего, они гораздо более изысканы, деликатны, там нет такого жесткого тоталитарного давления, но на самом деле основной дух и вера в существование материальных предметов, то есть обожествленная естественная установка в перевернутой черной теологии техники, особенно это в роботехнике, в искусственном интеллекте, стремление перенести все в виртуальное измерение, это некие антиэкологическое измерение современной науки и современной научной промышленности, вот это все сохраняется с тех времен, то есть это продолжается, и, соответственно, должен быть определенный процесс, я считаю, исторический процесс над наукой, науку надо судить, надо осудить ее ложность, надо осудить ее вред человечеству, и самое главное, осудить науку за те тенденции накопления все нового и нового искусственно созданного барахла, которым вплоть до создания искусственного интеллекта и передачи инициативы киборгам и роботам в судьбе человечества, за которые ответственна эта наука, поэтому хороши, тонкие, схоластические представления общей теории поля, действительно, они уже далеко ушли от того уродства, с которого начинали, и очень много там элементов уже сближающихся и с Аристотелем снова, и с какими-то более изысканными, более справедливыми сакральными науками, то есть что-то, поэтому не все надо отбрасывать, но перечитать историю науки именно таким трезвым, феноменологическим, я бы сказал, взглядом необходимо. Вот к этому призывали, собственно говоря, и Бронтана, и Майнонг, и их школы, и Эренфельс, и Гуссель, безусловно, и это стремился сделать великий Хайдеггер. Нам надо продолжать это направление, это наша задача, эти наши предшественники, опиравшиеся на Аристотеля, спасшие Аристотеля, вытащившие Аристотеля из полной неадекватной интерпретации и даже забвения, вот их дело надо продолжать, и это наша с вами задача. Всего доброго, до следующего, до сих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова